ПРИМОРСКОГО КРАЯ Турнир официальный, естественно, после этого турнира тоже ребята на этом турнире могут зарабатывать разряды. Ну и он также, этот турнир является отборочным на Дальний Восток, на Россию. По правилам бои ММА проходят на татами. Здесь, как кикбоксинги, разрешены удары руками и ногами. Плюс борьба с захватами. Правда, есть исключения для начинающих. Но они все прописаны в правилах. И нарушать значит вести нечестную борьбу. Это испытал на себе артемовский боец Максим Костыря. ПРИМОРСКОГО КРАЯ Игнорировал. И из-за того, что он больше боролся, ему дали победу. Первый бой Максим проиграл. Но в итоге в своей возрастной группе занял третье место. Вот что значит собрался и проявил характер. Другой артемовский спортсмен Степан Бреславский наоборот побеждать начал уже в первом бою. Я посмотрел, что он хочет войти в ноги. Начал читать это и не давать. Привал лоу. Работал по корпусу, надавливал на него. Степан не проиграл ни одного поединка и стал победителем в старшей группе, доказав, что в ММА случайных людей не бывает. Приходят ребята, как правило, с разных других секций. Кто-то с ноля приходит сразу в ММА. Любой желающий, как мальчик, так и девочка, может заниматься. Так получилось, что места на верхней ступеньке пьедестала почета заняли спортсмены из краевой столицы. У артемовских ребят в основном вторые и третьи места. Но тренеры и организаторы отмечают, что у них неплохие перспективы и большая вероятность поменять место тренировок с Артема на Владивосток. Александр Наточев, Иван Петров, Даная Михайлова. Городские новости. Александр Наточев, Иван Петров, Даная Михайлова. Городские новости.